Привет, народ! Я вновь в All&Wake, и сегодня хочу пройти второе дополнение, второй DLC к оригинальной игре под названием «Писатель». Можно задать логичный вопрос, а почему это ты начинаешь проходить дополнение «Писатель», если не допрошел дополнение «Сигнал». На это я отвечу очень просто, и вкратце, что у меня похерились сохранения, если не вдаваться в подробности, и перепроходить заново «Сигнал», то есть где-то там я прошел, наверное, полтора часа, ну не полтора часа, но довольно много потратил на него, много сил потратил, перепроходить его желания никакого нет, поэтому лучше, я думаю, и интереснее будет, опять же, сыграть в дополнение «Писатель». Так что давайте приступать. Я надеюсь, он никак не связан с дополнением «Сигнал», потому что вроде как не является его продолжением, то есть там будет продолжение именно той же оригинальной игры. Ну, судя по пока что вот этому ролику привезли он Аллан Вейк, я как раз именно попал. А, нет, смотрите, вот тут как раз мне расскажут, что произошло в «Сигнале». Давайте тогда слушать внимательно. Да-да, я и пытался это сделать, добраться до Томаса Зейна. Так, ну и, похоже, я почти его прошел, ничего особенного и не узнал. Так, а почему мне теперь доктор Хартфилл явился? Ну, это, слушайте, это я уже догнал, ребят. Что теперь происходит? Да, похоже, все же вот это дополнение, именно продолжение дополнения «Сигнал». Барри, мы уже в «Сигнале» видели, теперь он опять здесь, мне помогают уже в другом дополнении. Алл, приходи в себя, нам опять придется сражаться с этими многочисленными созданиями нашего разума. Помните, ты был в оригинальной игре, это место тоже помню. Я не хочу амортироваться тебя, брат, но это «Сигнале» или «Сигнале» время. Хорошо. Итак, мне нужно добраться до призрака Барри. Барри был прав. Время умерла. Все, что я видел, было в твердой, тревожной версии реалии, based on my memories and thoughts. Да, я сказал, что в этом месте мы были, это как раз рядом с больницей, где-то она тут, в этом тумане. Мы были здесь в оригинальной игре, но выглядело это место тоже, опять же, по-другому. Тут не было вот этой тележки с нашими книжками, с книжками Аллана. Так, нам нужно добраться до Барри, как же мы это сделаем? У нас есть оружие, нет? Сейчас ничего нету, без ничего остались. Хорошо, но я вижу здесь какое-то колесо, которое можно покрутить. Окей, так, столб, столб, столб. Ага, ну, по-моему, понятно, куда этот столб нужно повернуть. Или нет? Я думал, вот на раскрошить его нужно надвинуть, но он туда не хочет явно двигаться. Давайте тогда попробуем что-то другое с ним сделать. Так, ну вот, например, сюда я его навел, и что? И ничего. Я так понимаю, сигнал Томаса Зейна уже пропал, и никак нам не помогает. То есть теперь нам нужно надеяться лишь на самого себя. Как мне вам туда добраться-то? Кто-нибудь знает, нет? Барри, ты чё молчишь? Давай, моё подсознание, работай. Ну, он, похоже, не может мне сейчас помочь. Кстати, что за картина? Ну, это тоже картина из больницы, там была она в одной из палат, по-моему. Так, ну перепрыгнуть мы здесь никуда не можем. Раскачать его. Раскачать его. Так, ну что ж, ладно, хоть какой-то совет он нам дал. Давайте попробуем раскачать. Он, наверное, имеет в виду вот этот столб как раз. Посмотрим, как это работает. Вообще, если работает, конечно. Ага, вот, надо его... Довольно забавно, здесь физика такая, довольно кривая физика. Но этот фонарь там на столбе начинает вот так вот раскачиваться. И таким образом он, наверное, должен досветить до... Вот этого как раз раскрошить. И у нас получилось. И мы раскрошили стену. А странно, как-то это сработало. То есть надпись была в одном месте, а стена раскрошилась в другом. Ну ладно, я не жалуюсь. Главное, я теперь могу дальше пройти. Да, и мы пробрались. Да, слушай, ну все понятно. Да, это мой будет посвящен на Американ Найтмар. Я, конечно, ничего себе не хотел спойлерить, но уже знаю, что там будет вторая копия как раз Алана. И с ним такая более злобная, как раз которую мы видели в телевизорах. И как раз вот этому Алану придется с ней сразиться. Здесь пока что ее нет. Но наверняка намек на нее будет в конце концов. Берем, конечно же, мощный фонарь. Это нам пригодится явно. Но с другой стороны, это означает, что скоро мы встретимся с врагами. Я все же надеюсь, что здесь не будет так много этого утомляющего и ожесточенного экшена. Впрочем, зря я надеюсь, уже пошел экшен. Пока что с предметами. Но это уже меня начинает напрягать. Потому что экшена уже было в этой игре очень много. Ну сколько можно? В оригинальной игре его было предостаточно. Ее можно было назвать даже затянутой отчасти. В первом дополнении сигнала этого экшена была сверх избытка. Из-за чего я, собственно, не хочу перепроходить. Потому что этот экшен очень утомляющий. Если ты не особо хороший игрок, такой как я, то он еще и проблемами... То еще из-за него проблемы возникают с прохождением. Потому что можно там поумирать раз за разом очень много раз. Так, ну что я нашел батарейки, нашел что-то полезное. Но пока не нашел оружие. Ладно. Нам нужно добраться до баре. Я думаю, при помощи этой лестницы мы приблизимся к нашей цели. Уход это последний роман, как раз, Алла. После этого, часть из меня была готова просто дать и умереть. Но я не умерла. Томас Зейн reached me. Я был прерассказывать в прошлое Делси. Он продолжал рассказывать мне, что я спрашиваю, что я слишком глубоко. Я не уверен, что он знал, что я знал, что я не знал, что я не знал. Может, они были так же. Энергия, я так понимаю, энергия, это батарейки. Ой, живая изгородь, я сейчас знаю. Сейчас будут выскакивать тут из-за углов. Это уже тоже знакомо нам в оригинальной игре как раз. Да, ну нас очень сильно так боеприпасами вооружают. Видимо, готовят к чему-то очень серьёзному. О, как раз уже скандинавские... Скандинавское обмундирование появилось. Это нас к чему готовят? Неужели к нашим любимым братьям, рокерам? Немножко ненормальным. Слушай, я надеюсь, мне не придётся с ними сражаться. Они были нашими верными союзниками в оригинальной игре. Я не хочу, чтобы они теперь внезапно каким-то образом здесь воевали против нас. Так, ну помповое оружие, вот и оружие. Что ж, я готов. Спасибо, статуя. Спасибо, что меня вооружила. Пошёл я на смертный бой. Так, а вот и Барри, он уже там успел на машинке отдохнуть. Интересно, зачем всё это Аллан воображает? Зачем ты воображаешь Барри, который сидит на машине? Давно уже? С крыши поехало. Я думаю. Но я вообще чувствую себя довольно рационально. Все вещи рассчитаны. Зачем люди не знают, что они здравые. Это где они здравые. И, да, я вижу какой-то свет. Да, я вижу какой-то свет. Да, ты закончился сейчас. Это значит, что он примерно с тобой встанет. Ты лучше говоришь с ним. Слушайте, а вы уверены? Ты куда исчез? Ты же только что тут был. Ну ладно, давайте уже не будем обращать на это внимание. Мы находимся в тёмной обители. И здесь вообще беспредел какой-то творится. Я хотел сказать. Вы уверены, что это Томас Зейн там? А не очередная ловушка? Мне кажется, мы всё время попадаем на ловушки тьмы. И уже даже вот этот свет... Сколько раз нас обманывал этот свет. Мы выходили на улицу полную фонарей. А потом все эти фонари внезапно переставали светить. Этот свет может быть тоже ловушкой. Сейчас вот эти ворота за мной захлопнутся. И здравствуй, здравствуй, миллионы врагов. Тут очень какая-то боевая зона. Я себя морально просто готовлю к этому уже. Угу. Ну, это круто. А, вновь этот сумасшедший. Особо сумасшедший Аллан. О, нет. Музыка играла у нас в оригинальной игре. Но здесь... Тогда она нам помогала. А здесь как? Но она светится, так что... Светомузыка есть, так что это... Ко мне как раз, да-да-да. Я не против очередного концерта. Какого хрена? Так, ну я не знаю, как здесь воспользоваться музыкой. Давайте побежим туда вот. Может, это нам поможет. А если они сюда будут датыкаться? На вот эти... Я даже не знаю, как это назвать. На вот это все ракетное оборудование. Я опять же, на самом деле, сказал, что готов к экшену. Но по правде не очень. Потому что здесь меня уже быстро херачит. И я пока что не очень вошел в клею. И у меня уже осталось меньше половины хп. И ко мне подбирается безумец сразу с двумя типами оружия. Да, меня на самом деле это все конфузит. Музыка пока мне не очень помогает. Музыка играет действительно искаженно. И вообще ничего хорошего в ней нет. Какого хрена кто? Кто стреляет-то? Эй. Ладно, я включил еще одну вот этот прибор. Светомузыкальный. Толка от него никакого. Ой, а они приближаются. Вы знаете, а их много, да. У меня это не ракетница, ничего. Если что, мне придется худо очень. Давайте перезарядим. Фонарик. А у меня, кстати, не сохранилось не только сохранение, но и управление. Я теперь не помню, какая кнопка. По умолчанию перезарядка фонарика. Так что все очень плохо. Какие-то пессимистичные речи ты несешь. Все, с каждой секунды их становилось все больше. А у меня кончились патроны, ребята. А вы что скажете про это, да? Может мне как-то патроны кто-нибудь даст? Я не знаю. Мне бы пригодились патроны. Мне остается надеяться, чтобы они попадутся на вот эти... Я не знаю, как это назвать, серьезно. Но вот эти приборы, и у меня будет все хорошо. А тут есть инструменты! Давай найдем. Давай возьмем патроны. Ну, то есть я попытался. Тут как бы даже были бесконечные патроны, но я же не знал, что они здесь лежат. Поэтому меня убили. Ладно, ладно. Так, сейчас я буду готов к этому. Во-первых, я пока не увидел пользы никакой вот во всем вот в этом, во всем вот в этом оборудовании. Поэтому я, наверное, туда даже идти не буду и попробую вот тут вот держаться. Если здесь много патронов, то почему бы ими не воспользоваться? Я буду рассчитывать только на себя. Алан, да успокойся. Слушай, ну что ты. Надо было лечь в клинику Хартмана, и все было бы хорошо. Да, другое дело, что здесь все равно темная сила не дала бы нам так легко отделаться. Да, музыка играет совершенно не круто, на такой концерт бы я бы не пришел. Чувак, отстанет меня. Слушай, вы такие надоедливые. Можно вот эти ракеты запустить как-нибудь? Они бы так полетели в них, и я бы мог еще целиться ими, возможно. Было бы круто. Ну, пока я не очень хорошо справляюсь. Согласна, да? Ну, с другой стороны, когда я хорошо справлялся в Валовом Уэйке. А, отвянь от меня, мужик, ну что вы? Что за деревенщина? Ну, на самом деле, она не очень сильно грохочет, я убавил звук. Поэтому все довольно так вменяемо еще. Могло быть хуже. Ну, давайте по включаю немножко эти ракеты. Может, действительно, польза от них будет. Так, что меня херачит? Ракеты, ну еще давай, давай, побольше ракет. Ракет много не бывает, как говорится. О, это ты откуда пришел, чувак? Не, по-моему, эти штуки мне все же помогают. Давайте еще одну включим, на всякий случай. Я не вижу, конечно, как они именно срабатывают в какой момент. Но, по-моему, толк от них есть какой-то. Это вот то, что ты говоришь, это то, что мне нужно как раз. Каждый мигом их становилось все больше и больше. Так, а у меня патрон заканчивается. Мне нужно наветаться к моему... Эй, не знаю, что ты обманываешься, что ты обманываешься. И ты обманываешься по своей собственной想е. Это как... ...то твоей лучшей силой, которая меня не может... Слушай, может, подбодришь меня как-нибудь лучше. Да, вот именно. Иногда Алан прям читает мои мысли. Или я читаю его. Тут уж как посмотреть. Так, а тут патронный револьвер. А где револьвер-то я возьму, кстати? У меня револьвера нету. Ребят, вы что? Это они как-то не предусмотрели. Где мне револьвер-то взять? Энергию я нашел. Но энергия-то хорошо, конечно. Я ничего не говорю. Литиевые батарейки, ладно. У меня один патрон остался на дробовик. Вот, все, он кончился. А у меня нету револьвера. Где-то я его пропустил, похоже. Где-то тут револьвер-то лежит. Вы не знаете, где тут револьвер? У кого я спрашиваю, Барри. Барри мне не ответит, он со мной не разговаривает. Нет, тут патроны для револьвера только. По-моему, я где-то пропустил револьвер. Серьезно, да? Вот это фейл. Я их сейчас просто никак не уничтожу, если что. Давайте попробуем ракет побольше включить, но... Поможет мне это или нет? Окей, окей. Тихо, тихо, тихо. Во. Ну, вроде срабатывает, но не очень сильно, не очень эффективно. Еще одну давай. Да, какого фига? Все, нормально. Так, я защищаю себя светом, более-менее, но мне нужны патроны, очень нужны патроны. Точнее, патроны-то у меня есть, а мне нужен револьвер, а которого у меня нет как раз. Револьвер, вы тут не видели револьвер? Нет, серьезно, я не знаю, где револьвер. Эй. Это не круто. И эта музыка начинает действовать на нервы. Мне бы попасть в больницу. За мной бегает один отсталый чувак, то есть уже все подохли, и я не могу чисто убить одного, потому что он один остался. Я не знаю, как его убить, потому что у меня нету ничего. Я сейчас просто от него умру, вот это будет еще смешнее. Ну ладно, я увернулся. А толпу-то? Толп какой? Я все еще бегаю. Туда-сюда. Двери за мной, как я и в самом начале говорил, закрыли. Уже музыку закончилась, слушайте, реально, музыка уже закончилась. Игра мне как бы говорит, ты что, совсем что ли? Давай уже разбирайся с ним. Я не знаю, где у меня револьвер. А, меня убили, ну и ладно. Я похлопаю сам себе. Кого еще могла быть такая отличная концовка? Так, ладно, вот здесь я вернусь назад и сейчас проверю очень тщательно все в округе, чтобы найти револьвер. Мне кажется, игра думает, что я прошел дополнение сигнала, и у меня должно быть все оружие. Но у меня нету его. То есть у меня где-то здесь уже должен быть револьвер. А его нету. Здесь уже назад я пройти не могу почему-то. Алан уже как обычно устает, как, не знаю, какой-то хлюпик какой-то. Сколько можно выдыхаться-то? Все время выдыхается. Куда не побежишь с ним, все время, через 5 секунд, думаю, уже будь уверен, что он умрет. Нигде здесь револьвера я не вижу, и это очень меня настораживает. Там точно нету револьвера. В машине где-то он должен быть, по логике вещей. Барри, ты не можешь мне подсказать, куда ты исчез? Сейчас-то я знаю, что ты там появишься дальше, но мне нужен револьвер, как бы. А его здесь нет. И что я сделаю? У меня... Мне не хватило буквально одного патрона, можно сказать. Можно, конечно, сейчас пытаться экономнее распоряжаться патронами на дробовик. Но, тем не менее. Не знаю, может здесь где-то можно его материализовать. Ракеты, ракеты, ракеты. Так, все, уже скрипт активирован. Да, безумный Алан. Зачем-то нам показывает рот, как будто он пришел к дантисту. А я же не дантист. Зачем мне показывать рот? Так, вот я вижу патроны на дробовик. Да, они есть, а остального нет. Вот инструменты еще можно. Давай, ну... Так вот револьвер! А почему он в прошлый раз не брался? Э, игра, ты че? Я сейчас возьму по максимуму, заряжусь тут все. Погнали, то есть... Немножко я тут задержался, конечно. Все, давай-давай, разбирайся с ним. Так, тихо, сейчас главное не умереть. Погну, по-моему. Найдя револьвер и погибнем сразу же. Все, погнали, погнали. А, я вспомнил, кстати, как перезаряжать фонарик, да, по-моему? Или нет? Да, все, я вспомнил, отлично. Погнали, ребят. Все, я во всем оружии все вспомнил, все кнопки знаю. Я должен выдержать эту битву хотя бы с третьей попытки, уже будет неплохо. О, нормально, нормально. По-моему, бодро начали, то есть неплохо так, да? КП, конечно, мне поснимали, но... Первую волну я выдержал все равно неплохо. Сейчас на меня накинется вторая волна, она посерьезнее. Давайте ракету запустим. Они нам окажут световую поддержку. Какую-никакую. Все, давай, погнали, погнали. Батарейки, батарейки, ага. О, нормально. Я ничего не вижу, конечно, но не беда. Главное, мне кажется, моим врагам урон наносится. Это тоже... Это сейчас более важное, чем то, что я ничего не вижу. Они какие быстрые еще, бодрые, а? Ребятки, вы что такие быстрые? Кидайтесь еще всем подряд. Успокойтесь уже. Ну сколько ж можно, я вас убиваю уже 30 часов подряд, если вспоминать, сколько я проходил оригинальный Alan Wake. Уже надоели вы мне, ребятки, реально. Ну, громила еще пришел. Да, действительно. Слушай, мелодрама это не тот жанр, который у нас сейчас. Тут у нас чистый боевик экшен. Абсолютно такой еще психоделический, учитывая, какая музыка играет на фоне. Давайте отступать немножко, у меня дофига патронов. Если мы будем отступать, то я думаю, все будет неплохо. Мы сейчас будем уворачиваться еще, и все будет хорошо у нас. Чувачка вот этого сейчас погиб. Убьем. Громилу убили, все, остались мелкие сошки. Давай, погнали с ними, разберемся по-быстрому смерти, и они тут делают. Давай уже, давай, все, ну вот так. Ой, не-не-не, тихо-тихо-тихо. Умирать нельзя никак, ну что? Как Alan и сказал, я сейчас не намерен умирать. Так, ну разобрались вроде. Ой, ну и все, я выдержал наконец-то эту атаку. Это было на самом деле несложно, просто нужно было понять, как что работает и где найти револьвер. Я не знаю, почему я его не нашел первый раз. Вы видели тут инструменты, были, когда я тут бегал везде вокруг? Или может он уже лежал револьвер внизу, а я просто не обратил внимания? Ну, в общем, да. Как обычно, невнимательная АХ. Да ладно, серьезно, что ли? Вот это ты, конечно, да, заявил мне. Я и не заметил, что он там проломил вход. Я действительно могу туда зайти. Спасибо, Барри, без тебя бы я об этом и не узнал. Все, нам надо найти Зейна, если он, конечно, тут, в чем я сомневаюсь. Почему он в психушке? Ну, хотя понятно, почему он в психушке, это же Томас Зейн. Творческий человек, а это как раз психушка для творческих людей. И пока я вижу только Барри и предметы. Опять они начинают летать, это все, мы проходили уже. Слушайте, хочешь сказать, что вот это Аллон все усложняет, да? Ну, хотя, да, кстати, это, скорее всего, воспоминания. О, у меня все аж затормозило. Предметы уничтожаются? Да, ну, похоже, Зейн действительно тут, раз он тут все светом уничтожает. Конечно, зачем, действительно. Ты мне уже надоешь, надоел. Что, Барри, все, попрощаемся, что с тобой? Ну, ладно, блин, ну как-то мы так попрощались, надо было обняться, хоть я не знаю. Хрен знает, когда я тебя еще увижу, а уж в реальности уж точно никогда, наверное. Я сомневаюсь, что Аллон отсюда когда-нибудь выберется. Здесь все как-то очень уж пессимистично развивается. Можно взять видеоигру из ночных ключей. Отлично, это здесь местные, да, опять коллекционные предметы, которых я уж точно не найду. Десять штук, а вы что-то с ума сошли. Никакой надежды. Я слышу, как там Зейн дышит, и музыка играет такая совершенно эпичная, поэтому давайте не медлите, а двинемся к нему навстречу. Зейн, это ты, да? Да? Неужели ты появишься в своем настоящем виде? О, ну, то есть, конечно, я не хочу, чтобы со мной водолаз рядом ходил, но долгий. О, нет. Мне сейчас придется до коттеджа пробираться. Так, в смысле, как моя рукопись поможет мне добраться до твоего коттеджа, чувачок? Ты чё там задумал? Можно сфокусироваться на Томасе Зейне. Ну, то есть, ладно, вот он такой летает в воздухе и светит из своего водолазного костюма повсюду. Ну, круто, круто, парень. Круто. Чего? Ну, понятно, я уж и не надеюсь, что тут со мной кто-то будет бегать и уничтожать врагов. Это я уже вообще перестал надеяться. Барри тут ходил и свои шутки несмешные повсюду кидал. Ты тоже, понятное дело, ты там в водолазном костюме особо не подвигаешься, ловкость у тебя на минимуме. Ясно, что мне опять придётся всё одному делать. Ну, вот, помнится, был у меня отличный напарник под названием Шериф Сара. Да, но всё это было в реальности, вряд ли она тут появится. Да, здесь я помню, здесь нам доктор Хартман что-то втирал, что типа, ой, ты чувачок, у тебя там в голове всё происходит, это всё не на самом деле, да? Смотри, как я сейчас у себя в голове нахожусь и что тут происходит. Это на самом деле у меня в голове. На дне озера отправься туда и узнаешь, что там какой-то трэш происходит. Да хрен ли он туда не залезет, конечно. Я бы посмотрел здесь на доктора Хартмена, как бы он такой, о, нифига себе, Алан, ты был прав. На самом деле тут действительно происходят вот эти все ужасы. Ну да ладно, мы его, собственно, тоже спасли, как и всех жителей Брайтфолса от этого ужаса, от этой тьмы, которая нависла над Брайтфолс. Ну ладно, давайте читать страницу рукописи, вот нам первую оставили. Ах, смотрите, как тут страницы рукописи работают. То есть они здесь, их не читаешь, а они что-то материализуют на своём пути. Давайте. Так, и что же? Это элементы сюжета? Или какие-то воспоминания? Ух ты. Маяк? Это очень удобно. Я могу помочь тебе reach it. Такая фантазия, что тут у него, конечно, придётся пройти через 10 кругов ада, если не больше. Так, ну я так понимаю, мне сейчас нужно будет к маяку путь материализовать. Да, ну то есть, наверное, я эти глыбы материализовал. Надеюсь, они не упадут, потому что они держатся абсолютно в воздухе, и тут нет никакой опоры. Но мы находимся в воображении, и поэтому это нормально. Так, а тут придётся попрыгать или нет? Надо быть аккуратным всё равно. Аккуратно. Вот так вот. Я тут немножко сейчас прохожу Black Mezu. Ремейк оригинального Half-Life. Там вот попрыгать действительно надо от души уметь. А здесь, конечно, так. Казуальные прыжки. Но тоже нужно быть внимательным. Даже в такой игре. Ой, так эти ещё глыбы, они вот так вот у нас сейчас ещё пойдут. Какими-то круговертями. То есть, я до маяка ещё не скоро доберусь. А до маяка доберусь, так потом мне нужно будет ещё двигаться к коттеджу Томаса Зейна. Хрен знает, когда я туда вообще доберусь. В общем, надежда на то, что это DLC не такое... Не такое длинное, как DLC-писатель. То есть, наоборот, это DLC под названием писатель не такое длинное, как DLC-сигнал. Себя не оправдают, скорее всего. Так, и чё, я лодку сейчас сяду и поплыву, что ли? Ну ладно. Это уже совсем странно. Лодка будет плыть по воздуху. Это напоминает какие-то мифы. Так, на это, понимаем, нужно сейчас сюда посветить. Мы уничтожили типа якорь. И всё, да, поплыли, да? Ну то есть, нормально, да? Ну я думаю, для этой игры это действительно нормально. На самом деле, картина охрененная. Он знал, что он был такой, как он был. Но часть меня wondered, если он даже был человеком. После чего-то... Слушай, я не знаю, как можно остаться человеком, находясь вот здесь, вот в водолазном костюме, 24 часа в сутки. И вообще здесь происходит какой-то ужас абсолютный. Любой здесь сойдёт с ума. А Томас Зейн ещё удивительно цели... Ну, удивительно разумно себя ведёт. Для человека, который находится в водолазном костюме непонятно где. Так, а, кстати, тут опять предметы начинают падать. Ох уж, это физика Алан Вейка. Беспощадная и бесполезная. Ну ладно, патроны мне не помешают. Для револера у меня вообще максимум. Давай перезарядимся. И возьмём ещё. О, а, нет, нельзя почему-то. Ну ладно. О, тут прямо сейчас дом какой-то появится. Ну давайте. У нас тут такая сейчас мирная часть. Здесь чисто Тома Зейн нам помогает дорогу проделать. Такой небольшой мирный уголок. Где тьма вроде как не особо на нас напирает. Но, с другой стороны, мы опять видим безумно-валу. И вернулся вверх тормашками. О май гад, серьезно ли? Так, ладно, ладно. Предположим, что мы с этим справимся. Тут начинается уже какой-то Кристофер Нолан и его инцепшн. Серьёзно. Вот это кулруто. То есть мы видим... Я рассказывал про то, что говорил про то, что в DLC Сигнал были очень крутые моменты, которых не хватало в оригинальной игре. На самом деле, как мы видим, в DLC-писателе таких моментов еще больше похоже. Или, по крайней мере, они как минимум еще круче. Ну, то есть, ладно. Дом... А дом так и будет крутиться, да? То есть мне нужно сейчас просто найти самый лучший момент для того, чтобы из него выбраться. Так, ладно. Сейчас дом, получается, сейчас вернется в свое обычное состояние. Сейчас немножко у меня голова начнет кружиться тут, и я потеряюсь вообще. И потом мне нужно будет как-то из него выбраться в тот момент, когда как раз путь будет передо мной. Зря я в этот дом вообще забрался, я так понимаю. Вот эти холодильники сейчас могут меня еще убить. Будет неприятно, я думаю. Так, так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Выход из дома у нас, во-первых, один выход из дома, да? Один, да, выход из дома. Нам нужно как раз найти момент вот сейчас, например, чтобы выбраться из него. Вот, давай, давай, Алла, погнали. Окей. Ладно, мы вернулись назад. По-моему, нам надо было не сюда. Да. Чёрт, нам надо было как раз в тот момент, когда он перевернулся, перебраться на ту сторону. Я немножко ошибся. Ну ладно, подождём, пока он тут покрутится. Пока что можно полюбоваться. Здесь, вот жалко, вот много тумана. Он всю картину портит. Тут были бы такие живописные виды. В оригинальной игре я столько раз наслаждался этим этим загадочным американским лесом. этой загадочной американской глубинкой. Действительно, было на что посмотреть. Графика в игре не самая, наверное, некстгеновая картинка, имеется в виду. Но виды очень приятные были. Именно природы. Ну и пока этот дом... Ой, а там что-то можно почитать, даже смотрите. Ну я туда никак не доберусь. Это уже слишком задача для какого-то Рэмбо. И я не такой игрок. Я не Рэмбо. Поэтому мы просто попытаемся сейчас забраться в дом. Понять, когда он перевернется на 180 градусов и пробраться на другую сторону. Это наша задача. Несмотря на то, что здесь довольно мирный элемент, все равно слышны звуки завывания тьмы или что-то. Как это назвать по-другому, я не знаю. Так, давай прыгать! Окей, все-все-все-все. Так, теперь мы ждем, когда дом значит переворачивается и... Все-все-все. Вот сейчас он... Я начинаю немножко воображать в голове, как это работает. Физика. Да-да-да. Сейчас он перевернется. Надеюсь, меня ничего тут не прошибет. И я смогу перейти на другую сторону. Собака, тихо-тихо-тихо. Вот сейчас-сейчас должен быть этот момент. Если я вообще все правильно просчитал. Давай-давай, Аллан. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вот он-вот он. Давай сразу забег... Давай, беги. Пролазь, что-то такой жирный. Все, у нас получилось. Так, что еще? Какие у нас преграды на пути будут. Ладно, значит, мне не нужно падать вниз. Там вода тверда, как бетон. И с другой стороны, здесь очень сильный ветер, который может нас снести. Да, как песчинку нас может вот это все снести, и поэтому надо быть осторожным. Там страница рукописи, но у меня на самом деле не до нее... А, нет, до нее. Я же забыл, что здесь сделает страница рукописи. Вот что она делает. Да, именно вот это, про эту рукопись нам говорил Тома Зейн, что при помощи нее он сможет нам помочь. Я так думаю, нам, наверное, стоит сначала все предметы материализовать, а только потом при помощи них передвигаться. Ну, а как я тут буду прыгать с вот этой кровати, например, на какое-то другое место? Не знаю. Но я думаю, мы попробуем. Не знаю, несет ли этот ветер нас как песчинку, если я туда прыгну. Но мне ничего не остается другого делать. Собственно, давайте, мост. Давай, мост, мост, появляйся. Вот, машина. Ну, мы прыгнули на автобус и будем надеяться, что будем жить в этом мире долго и счастливо. Мне нужно куда-то пробраться. Там что-то я вижу вдалеке. Дорога, дорога. Или что? Что, 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 что там? Да, мне вот туда нужно. О, боже, я смогу? Сука, вот прыжок веры. Ах, я был близок на самом деле. Я был близок, а там вода как бетон. Нам не показали момент, момент именно столкновения, но, наверное, это было бы слишком жестоко для игры, у которой рейтинг менее чем 16+. Да, смотрите, он еще улыбается. Вот, сучара, я тебя в Америке, Найтмара, буду убивать очень долго и с радостными эмоциями. Да, я понял. Здесь мы просто не пройдем, и нам нужно срочно что-то материализовать. Давай, давайте сразу. Рукопись материализуем. Ну, давай уже светись. Что ты? А, надо же ее просто взять. Окей, все. Делаем мост. Ну, круто на самом деле. Опять же, это то, чего в оригинальной игре не было, и очень жалко, что этого не было, потому что это крутые моменты. Во всяком случае, мне так кажется. Не знаю, до этой дороги, по-моему, я не смогу добраться именно с этого уровня, мне нужно будет повыше подняться. Вот так вот, да. Дорога, а что-то не появилось-то? Дорога! Хотя почему-то я не допрыгнул. Есть я, у меня получилось. Фух, оказывается, меня подняло вверх. То есть, я был сейчас выше, чем в прошлый раз. Иди нафиг. Тебя только не хватало. Это громила. Надо взять какие-нибудь патроны по круче. О, не-не-не. Чувак, я тут упаду, тут смотри, тут... А, ну ладно, ты сам упал. Ну ладно, ладно. Я захотел с тобой порубиться, там, пострелять в тебя из дробовика. Что? Это ты не про меня. Меня смерч не трогал. Ты что? Это все отвергало. Это все отвергало. Я должен сделать мой путь через этот мир в мудрость. Да, темная сущность в виде смерч, это то, что было в самом конце оригинального Аллен Вейка. Так, тут у нас револьвер. Зачем? У меня он был уже. Ну ладно. Так, мне опять придется через вот этот смерч пробираться. Хорошо, ладно. А где у нас следующая дорога? А, вон она. Давайте ее сразу материализуем. Не светит? Нет, недостаточно близко. Так что давайте сначала мост сделать. А как? А как? А как я сделаю мост? А, вот он. Угу. Ой-ой-ой. Что-то мне не нравится. Там автобус был, он какой-то длинный. Там было... Там прыгнешь на него и все нормально. А здесь... А здесь как-то ненадежно все это выглядит. Так, давай дорогу делать. Я не знаю, высоко она или не низкая. Нихера я не вижу дорогу. Прыгай. Прыгай на дорогу. Все, молодец. Это что? Это лифт? Ладно, давайте туда полезли. А, это не лифт, это лестница такая странная. Ну ладно, главное мы двигаемся вверх. Я думаю, это правильно, это хорошо. Если мы двигаемся вверх, значит все хорошо. Нам ведь нужно вверх? Нет, на самом деле нам нужно добраться до маяка, но... В любом случае, хорошо, что мы двигаемся вверх, а не вниз. Внизу ничего хорошего, кроме вот этого ужасного озера нет. Иди-ка нафиг, бочка. Бочка, она мне сейчас стукнет. Нет, не успела. Хорошо, что не успела. Глыбан. Давайте сюда. Меня радует, что мы уходим подальше от смерчи. Я надеюсь, мы к нему не вернемся. Это такое мутное место. Да, все, сейчас немножко попрыгаем. И вперед. По деревьям. В путь. Да, уж у нас тут, конечно, покруче путешествие, чем у Алисы. В Стране Чудес. У Алисы в Стране Чудес была такая легкая наркомания, а у нас, знаете, довольно такая взрослая, серьезная, мужицкая. Так, я так понимаю, мы сейчас будем путешествовать по дереву, да? Да, ладно, я тебе верю, Алла. Ой, Томс. Да тут, слушай, тут не просто чертовщина происходит, тут вообще наркомания, как будто, как будто Аллан какой-то обкурившийся был, когда все это воображал. Слушай, если бы ты мне еще сказал, что я смогу выбраться из этого вообще, из этой тьмы и вернуться к Элис, вообще все было бы хорошо. А так, какая-то мотивация, отступит тьма от меня и все такое, нахер мне это нужно, я же все равно останусь в ловушке в этому сраном океане. Озере и океане уже, хрен пойми. Ладно, дерево выглядит довольно так безобидно, даже атмосферно, успокаивающе. Поэтому я думаю, что здесь мы немножко передохнем. Ага, сказал я, и сейчас на меня выскочит опять кто-нибудь с топором. Да ладно ты, что ты? Бьешься, Слава. Ну, нас опять вооружили, к чему бы это, интересно, да? К чему это нас так вооружили? Наверное, мы сейчас не будем ни с кем сражаться, просто так нас вооружили. Музыка играет такая довольно драматичная. Наверное, вот такое слово. Хабари больше не появится, я уже успел соскучиться по нему. То есть, вроде бы я жаловался, что он своими шутками тут все портит, неуместными. Однако, его уже не хватает. Да вообще уже что-то у нас, сюрреализм какой-то пошел. Напоминает мне, это начинает всю игру Mind the Past of the Lambs. Но там был чистый разум такой, ой. Такой красивый там разум был, знаете. Там бесконечные пустыни. Какие-то красивые пейзажи абсолютно. А здесь у нас что это? Что это? Везде туман, тьма, темно. И все к тебе такое ожесточенно к тебе приближается и хочет тебя убить. Все окружение как будто против тебя. Слушай, я не... Что у тебя там в голове творилось, Аллан? Какого хера? Я понимаю, там творческий кризис. С Элис, отношения такие довольно сложные. Но ты, черт побери, писатель, ты что натворил-то? Смотри, куда ты сейчас попал. Вон еще бочки. О, ну охренеть, прекрасно. Удивительно, как эти бочки меня еще не убили. Тут еще чуваки пошли на меня. Так, тихо. Я не знаю, зачем я сейчас достал фаер. На самом деле, делать этого не стоило. Я вообще не знаю, куда мне двигаться. Там можно куда-то идти, что-то сделать. А я хз, вообще нужно куда мне идти катить. Ну давай, кати. Это будет бочка, я так понимаю. Да, давай. Ну, она кого-то убила, да. Смотри, даже двух убила. Это мало, на самом деле. Давайте не будем стоять на месте и ждать, пока нас тут начнут убивать вот эти громилы, которые как бизоны пытаются нас протаранить. Молодец, Аллан, ты умрешь, нет? Умрешь. Ну, почему бы и нет? Казалось бы, все в округе нереальное, а физика нас все равно убивает. Это не круто. Я бы хотел, как какой-нибудь летающий орел парить. Если уж тут вот такие вот массивные острова в воздухе летают. Почему бы нам самим не полететь? Почему разум, восставший против нас, такой крутой, а наш собственный разум ничего не может сделать? Ну, то есть... Ну, вот мы можем при помощи фонарика материализовать бочки. А круто ли это? Не совсем. Ну, вот я сейчас бочку хочу материализовать. Меня тут херачат, пока я пытаюсь в нее попасть. Зачем я это делаю? Да, ладно, все, идите нафиг, отстаньте от меня. Я побежал вперед. А они еще меня не отпустят, собаки. Мне тут придется с ними повоевать. И куда мне еще идти, тоже неизвестно. Давайте поднимемся наверх, знаете? Мы сейчас тут бочечки немножко респауним. Ну, попади, да хоть в одну-то попади. Ни в одну не попал бочку, понимаете? Ни в одну бочку не попал. Иди нахер. Вот, ублюдки! Слушайте, ублюдки! Ух, слушай, я, по-моему, сейчас тут побью свой рекорд по смертям, который у меня был в предыдущем DLC в сигнале. Там я умирал, конечно, от души, но здесь-то еще больше буду, походу, умирать. Я, похоже, только на первой половине этого делся. А что меня ждет там, потом... Да, да, все прямо ужасно. Я с тобой согласен. Здесь в этом мире нечего ловить. Погнали отсюда. О, мы, смотри, мы каким-то образом, хотел сказать, обошли респаун врагов, но охрен не там. Да попади, попади, попади. Вот, вот как это работает. Вот, смотри, вот так вот это работает. Не знаю, хорошо ли или плохо, но, по-моему, мы дофига поубивали врагов. И сейчас будем вот так вот идти по вот этому краю и таким образом защищаться от... У-у-у-у! Э-э-э, а бочек нету. А что мне делать? Ребят, бочек-то нет, вы идите сколько их там. Эти бочки не взрываются. Ой, ну ладно, давайте разбираться с армией вручную при помощи патронов на пистолет. А что делать остается? А что? Вот так вот, смотри, сколько их. Да хера их. Они уже приближаются. Я бы что-нибудь в этот момент... Ой, ты иди нафиг обошел меня вон тут. Иди нафиг. Идите нафиг все от меня, отстаньте. Я вас не люблю, я вас не уважаю. Вас я вообще не хочу видеть. То есть я... Может, некоторые любят такое. О, экшн, порубиться. Не, у меня нет такого чувства. Я не хочу с вами рубиться. Вас слишком много, я понимаю. Там один-два выскочила бы. Я бы такой сказал, привет, ребята. Давайте сразимся, будет интересно. А вас слишком много, это нечестная битва. Смотри, этот мужик сейчас будет бежать в меня. Дерево меня спасло, но ладно. О, бочка. А, она разорвалась уже. Че, я куда стреляю? А у меня нет патронов больше. Иди нафиг. Идите нафиг все. Смотри, тут три громилы, две громилы. Сколько их? Дофига громил. И я побежал просто, все. Я их обошел и думаю, сейчас убегу от них. Ага, размечтался. Конечно. Можно мечтать все что угодно. Вот я свет с него согнал, а он сейчас опять на меня побежит. Смотри, смотри. Громильчик. Ладно, я увернулся от него. Буквально в миллиметрах где-то. Чуть-чуть еще бы. И он меня убил. Иди ты нафиг. Да ни одного из них я не убью даже. Куда? А куда я прибежал? А куда я прибежал? Вот. Вот, мне что нужно? Бочка, бочка, бочка. Если я сейчас попаду в нее. Это меня спасет. Спасет. В моем собственном разуме это меня разве что спасло. В разуме Алана это меня никак не спасло. Ох, очередной сложный момент. Уже второй в этом делсе. Ладно, ладно. Вызов брошенный. Я его принимаю. Хорошо, погнали. Погнали, погнали. Я, вот, вот, если бы я понял куда мне еще идти? Куда бежать? А ведь непонятно. Куда бежать? А если я вот так светить буду? А она появится, бочка? Ну, вроде появилась. Ладно. Ну, ладно. Я тут начал все взрывать нахер. Идите сюда, ребят. Сюда, сюда. Идите. Тут бочки есть. Все, давай. Бочка, не катись, не катись, бочка. Она мне, кстати, урон не наносит, поэтому я тут могу спокойно гулять. И ничего страшного не будет. Не случится. Главное, чтобы они не скатились вниз. Вот здесь отличное место. У меня прям две бочки. Если что, взрываем их. И пока давайте возьмем револьвер. Оставим немножко дробовичка. На более сложный момент. О, громила один пока. Ну, с одним я разберусь как-нибудь. Зачем я опять стреляю из револьвера, когда они дальше еще не подбираются ко мне? Сука, какого хрена ты взорвалась? Сука. Другая бочка просто свалилась вниз. Идите нафиг, я так не играю. Так, ладно. Все, разобрались, разобрались. Давай, давай уже. Отходи в мир иной. Хорошо, хорошо, хорошо. И вперед мы идем. Давайте я сейчас вот тут посмотрю, как мне вон туда вниз пробраться. Я пока не вижу способа туда пробраться. Так, тут есть какое-то бревно. Мне туда. Ой, а туда путь-то вон какой длинный. Туда фиг доберешься. Ну, давайте сейчас мы попробуем по-быстрому. У нас еще есть, если что, фальшфейер. Он нас спасет. О, смотри, армия пошла. Пошла армия. Давай, коти, коти, коти. Кати на них бочку. А ведь неплохо. Еще одну взорви, нахрен. Да ладно, плевать на нее. Все, погнали, погнали. Еще одну бочку давай. Иди-ка нахер, фальшфейер, я сейчас тебе дам. Будет что у меня тут возникать что-то. Прыгнул он на меня. Взрывайте бочки. О, дело, по-моему, неплохо. Все там, все, нафиг. Без меня уже взрывается. А вот тут бочек мне не хватает. Тихо, тихо, тихо. Сука, иди, иди ты нахер. А у меня... О, блин, ну я сейчас опять умру. Вы смотрите, какой прикол, а? Только я начал тут веселиться. Только у меня бочки пошли хорошо. Покатились они прямо куда мне надо. И все, меня опять убили. Так, ладно, все, тактику я понял. Я понял тактику. Что я думаю, что совсем, что ли? Ну, то есть, конечно, вы правильно думаете. Но все же шанс-то у меня есть какой-никакой. Сейчас мы разбираемся с этой армией. Давай, погнали уже, блин. Тут быстренько с бочками катим на них, выкатываем все, что надо. И все, и погнали. Вот, вот, вот. Разобрались. Еще есть, ребятки? Все, вроде, неплохо. Так, эти бочки мне сейчас нужны. Бочка, останься здесь со мной, пожалуйста. Нет, 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 нет. Бочка, бочка, бочка. Давай, вон туда бочка, блин. Да ладно, с этим я разберусь. Комбинезончик он тут одел. Дождя-то нет, нахер ты комбинезон одел, дурачок. С гаечным ключом. Ну вот, придурок. Я поражаюсь, откуда они столько придурков берутся? Откуда я этих людей не знаю, откуда в воображении Алана они все появляются? Или это все люди для Алана, которых он видит, он видит их как вот таких вот каких-то уродов. И поэтому они против него теперь восстали. Вот уж у его разума. Он действительно, скорее всего, был таким самодовольным писателем. Ну, собственно, мы это и видели в оригинальной игре. Опа. Я тут заговорился, а там уже надо бочкой открывать. Неплохо я сейчас, по-моему, их подорвал опять же. С гопничком разберемся. Один на один. А дальше опять бочку давай. Вот, вот, вот. И все. Вот, громилы на раз-два разобрались. Так, погнали. Теперь нам надо, главное, вон туда добраться. Это сейчас самое сложное будет, потому что тут их просто тысячи, тысячи. Так, а он сейчас увернись пару раз. И давай просто. Все, 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 все. И пока у нас есть фальшфейер, мы должны добраться до дерева. И потом все будет у нас в жизни. А, хорош. Заберись до дерева, доберись до дерева, дурак. Сейчас я упаду и буду просто смеяться, говорить себе. Хрен ли ты это делаешь? Алан, иди нафиг. Как вы сюда пробрались, дураки? Я думал, что здесь вас я не найду. Ой-ой-ой, если меня они сейчас здесь убьют. Если меня сейчас здесь убьют. Так, давайте двигаться дальше. Слушай, я не намерен сейчас ждать, пока он, да, это куча ко мне придет и скажет привет мне. Не-не-не-не-не, я пошел. О-о-о, спасибо. Свет божественный меня опять озарил. Ну, то есть свет Томаса Зейна, но я готов его называть моим богом. В этом месте он мой бог. Дыра. Мне туда, что ли, вы хотите сказать? Я не понял. Я не хочу идти в дырку какую-то. Эта дыра выглядит абсолютно неоптимистично. Я там, что могу там найти? Дыра, ну ладно. Дыра. Я могу туда еще больше дыру сделать, да? Я могу эту дыру все увеличить и увеличить. Здесь ракеты. Это ракеты какие? А, во какие, нифига себе. У нас бесконечные фальшфейеры. И сколько мы всего их взяли? Ну, очень много, да? 20 фальшфейеров! Это что, ребят, вы что там обкурились, что ли? Я так понимаю, мне нужно взять вот эти фальшфейеры и сделать очень безрассудный поступок. А именно, в эту дырку отправиться вместе с фальшфейером. Потому что я не могу эту дыру отсюда материализовать. Она там не хочет светиться. Поэтому, на самом деле, давайте сейчас посмотрим. Все же, может, можно по вот этой трубе пройти вперед. Потому что мне вообще реально не хочется в дырку какую-то отправляться. Но, учитывая, какая тут низкая текстурка, низкокачественная текстурка вот этой трубы, мне туда не надо. Мне нужно реально в дырку отправиться. Давай, погнали в дырку. Все, давай, фальшфейер достали. Погнали. Дырка ждет меня. А что-то, Аллан, в дырку-то попасть не может. А, мы можем просто туда кинуть фальшфейер. Окей, это так работает в этом мире. И что, как-то он там посветил не очень. У меня дофига фальшфейеров, мне не жалко. Эй, дыра, ты там светиться будешь, нет? А дыра не хочет высвечиваться. Ладно, давайте дальше ее бомбить фальшфейерами. Ну, дыра, ты как? О, дыра что-то сделала. И у меня появилась дыра в другом месте. О, как это работает, а? Тут какие механизмы сложные. В одном месте что-то делаешь, материализуешь, а там в другом месте появляется. Тут вообще пространство уже потерялось, то есть границы. То есть ты в одном месте делаешь что-то, это как Интерстеллар, знаете, да? По-моему, круто. То есть абсолютно заставляет вне границы нашего разума работать все это. Это уже не мой разум, это уже какой-то совершенно такой самореализующийся разум. Лишь основанный на части разума Аллана. Так, телевизоры, что расскажете? Это что, магазин телевизоров? Что здесь столько много? Тут и какие-то и старые телевизоры, и новые современные телевизоры. Там, наверное, один из них 3D-телевизор вообще. Там можно выбрать себе любой и смотреть телевизор. Но телепрограмма слишком скудная, поэтому мы, наверное, не будем смотреть на телевизор и пойдем вперед по вот этой трубе. Во многих играх меня вот путешествия по таким трубам очень в сильную депрессуху вгоняют, но здесь, по-моему, не так страшно. Потому что здесь и без труб очень много всего происходит нехорошего. Ладно, давайте вниз. Что, мы до маяка-то доберемся сегодня? Нет, по-моему, мы должны уже добраться. Мы такой длинный путь проделали. Так, ладно, ладно, ладно. Звук очень нехороший, даже страшный. А, иди-ка ты нахер, чувак. Я тебя просто оставлю за собой. Иди вот здесь вот. Полежи у меня, знаешь, фальшфейров дохера. Я просто вас буду здесь оставлять. Я буду двигаться к своей цели. Я не знаю, где-то здесь должен быть маяк, поэтому... Идите нахер. Чуваки, так, мне... Так, тупик, тупик, тупик. Здесь еще темно. А куда мне идти? А мне сюда. Все, ладно, отвяньте от меня. Идите нафиг, я вниз. Так, а я что, продолжаю бегать по трубе, что ли? Нифига, никакого оптимизма во всем этом нет. Вы за мной не спрыгнете, нет? Не, не спрыгнули. Ладно, ладно. А что здесь делает фальшфейр сгоревшая? Это кто здесь? Это я, что ли? А, да, походу я. Ну ладно. Так, ну мы куда-то двигаемся. По лабиринту, трубному лабиринту. Трубный лабиринт. Новая ветвь в эволюции мира Алана Вейка. Ну что ты расскажешь опять? Да, это он называет тоже лабиринтом. Да ладно. Тут ты прям злорадствуешь. Такой радостный, такой злорадствует, а? Ну еще. Так бы и выстрелить по его лицу. Но не могу, пока он у меня только в цивилизере. О, о, о. Ну тут реально Кристофер Нолан поработал. Какого... Опять начинает все крутиться. Ну слушай, эти игры с гравитацией меня не радуют. Это как будто реально тут Кристофер Нолан поработал, построил вот этот механизм. А мне теперь тут нужно разбираться. Сейчас тут все полетит, такая красивая квартира была. Тут даже снимал что-то не на зеленом экране, но все равно снимал что-то. А теперь это все крутится. Но мы куда-то бежим. Я так понимаю, мы как белка в колесе действительно сейчас. И никуда мы таким образом не прибежим. Кстати, посмотрите, какое это колесо обозрения громадное. Мы таким образом можем долго бежать, то есть, а никуда не прибежим все равно. Я могу по этой лестнице успеть подняться? Нет, спать. А то есть все. Мне сейчас придется бороться с гравитацией. Чего мне не хватало? Осталось только сюда еще противников выкинуть. И они тоже будут так вот там летать, может, не знаю, левитировать каким-нибудь образом. И все плохо для нас закончится. Так, мы можем подняться по лестнице, а тут вообще печатная машинка. Охереть, конечно, тут натворили. Ну, очень круто на самом деле. Нет, серьезно, вот этого не хватает. Опять же, в оригинальном Alan Wake. Поэтому DLC крайне рекомендую. Что? Иди нахрен. Какого хрена я опять вижу Alan Wake? Второго. То есть я как бы Alan Wake и вот еще один Alan Wake. Не прыгай, дурак. Я не буду за тобой повторять. Иди нафиг, там ничего хорошего нету. Нахера ты прыгнул? Я вообще не знаю. Давай дальше крутись. Что, серьезно, что ли? И что мне теперь делать? Я не хочу туда прыгать. Мне подсказывают туда прыгать, но мне кажется, это неправильное решение. Что я там забыл? Мы уже один раз прыгнули и до сих пор не можем оттуда выбраться. О, смотрите, какой звук. Реально, нас как будто сделали мини-человечком, и мы по настоящей кнопке печатной машинки прыгаем. Звук абсолютно устрашающий. Представьте, если бы вас превратили в маленького человечка. Был такой фильм. Дорогая, я уменьшил детей. Мне он всегда впечатлял. Меня вот это... Меня было интересно смотреть на то, как люди находятся в условиях непривычных для себя. А именно в уменьшенном виде, когда они находятся. И им приходится сплотнуться с, казалось бы, знакомым миром, но теперь уже в куда-бы увеличившихся размерах. Так, ну а куда нам-то двигаться? Неужели туда, что ли? Я же сейчас умру. Ну, давайте я готов поспорить, что ничего хорошего из этого не выйдет, но я попробую. Ладно. Так, что случилось? Какого хрена? Я где-то, меня просто телепортнуло куда-то в другое место. Погнали дальше. Алан, давай, ты сможешь добраться. Не-не-не, ты мне уже ничем не сможешь помочь. Ты тут, тебя тут нету вообще. Да, слушай, надо было тебе лучше голову показать. Я понимаю, конечно, деревенский доктор, но, наверное, я все равно бы сказал, Алан Вейк, не иди никуда, тут совсем трэш происходит. Да, тут... В общем, это колесо обозрения из воспоминаний Алана. То есть, если вы проходили оригинальный Алан Вейк, здесь вы все сцены узнаете, абсолютно все. Все, что мы видели в Алан Вейке здесь, им, пожалуйста, все мы это встретили. Мне кажется, мы поэтому колесо обозрения будем очень долго бегать, а может даже бесконечное количество времени. Так, а что здесь? Что это? Можно вот это как-то сломать? А, я так понимаю, они сейчас катятся, кстати, так что мне нужно просто подождать. Я пришел слишком рано. Так, давайте, катушки, катитесь, пожалуйста. Мне нужно туда вот пойти. Надеюсь, они сейчас обратно не покатятся, это было бы весьма не кстати. Хорошо, мы бежим дальше, я думаю, нужно спешить. Если уж мы придем раньше времени, куда надо, то лучше так, чем поздно. А что там внизу, слушайте, там что-то нехорошее? Вы уверены, что мне туда надо прыгать? Я не уверен в этом вообще никак. Давайте попробуем сейчас подождать, наверное. Так, что происходит? Какого вообще хрена? Мне вниз или куда? Ребят, давай сюда, что ли? Боже, эти игры с гравитацией гениальны. Почему их не было в оригинальном Алан Вейке? Вы что, народ, это же круто. Ой, 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 а я умер. Ну, это круто, на самом деле, очень круто, мне нравится. Меня вообще... Вот это круто. Это ведь даже не экшен. Наконец-то убрали этот бесконечный, беспощадный экшен с этим туевой кучей врагов, уже надоевших однообразных добавок. Громилы и обычные типаки, которые бегают быстро. Ну, и что в этом крутого? Ничего крутого в этом нету. Так, нам сюда вот сейчас, давай, вот так вот. Аккуратно. Так, а теперь вот куда? А теперь хрен, куда разберёшься? Вроде как сюда, но тут можно упасть. Я не уверен, что тут есть вообще куда встать. Неизвестно, куда упадёшь, куда полетишь, в какую сторону. Я уже потерял вообще границы, где я сверху, где я снизу, где что. Где земля, где небо, здесь ничего такого нету. Нам сейчас нужно, наверное, подождать этого момента, когда вот тут станет всё нормально, вот ещё немножко перевернётся, и мы вот туда отправимся и узнаем, что там дальше нас ждёт. Да, нам сюда. А, это тот самый сейв, где мы нашли щелкунчик. Слушайте, а надеюсь, он сейчас откроется? Сейв, ты откроешься для меня? Он не хочет открываться. Сейв, как мне тебя открыть? Там вдруг мне опять то, что мне нужно. Так, а куда здесь можно пойти? Здесь тоже можно куда-то пойти. Так, мне туда не надо или надо? Какого хера опять тут всё начинает крутиться? Всё, тихо-тихо-тихо-тихо. Сейв-то открылся? Мы зашли в ярко освещенную комнату. Барбара Джаггер... Ой, Барбара Джаггер, говорю. Как залита ту старушенцу, которая нам помогла? Может, она тоже тут опять нам поможет? Вряд ли. Она здесь никогда не была. Здесь бы она совсем с ума сошла. Она и так безумная старушка. Представляете, что было бы, если бы она оказалась в этом месте? Ой, вообще, думаю, что любая старушка, оказавшись в этом месте, бы сразу отбросила коньки-то. Ну, что здесь, действительно? Это место не для пожилых людей. Здесь такие игры с гравитацией. Да можно мне как бы? А можно мне вон туда в лифт зайти? Мне, видимо, придётся подождать, пока всё это прокрутится. Хорошо, хоть дверка закрылась. Я сейчас никуда не упаду. Но на самом деле это крутотенюшка. Абсолютная крутотенюшка. Почему этого не было в оригинальной Лонвейке? Почему в DLC? В каком-то DLC? Опять я это удивляюсь. Я это уже не первый раз говорю. Почему в каком-то DLC моменты круче, чем в оригинальной игре? А? Кто мне скажет? Почему? В оригинальной игре не было ничего такого. Даже похожего, даже близкого к игре с гравитацией не было ничего. Там всё было так более-менее в реальном обличии. А здесь смотрите, что происходит. Мне, кстати, надо вон туда прыгнуть, ребят. Можно? А он туда не хочет прыгать, смотри. Мне сейчас придётся ещё один круга до этого проходить. У меня уже у Алана должна уже голова была сломаться от всего этого. Так, я запрыгнул. А что, куда мне? Куда? Давай я лифт запущу. А куда он поедет? На какой этаж? Серьёзно? Я пока никаких не вижу предпосылок к тому, что я выздоравливаю. Ага. Ну ладно. По-моему, она абсолютно охренела. Есть ли какой-то способ из тебя? Иногда трансмиссии могут быть отправлены между мирами. Ты делаешь это самостоятельно. Но ты вообще, безнадёга точка ру. Угу. Без шансов. Ну, мне даже открыли достижение Динь-Динь. Я типа добрался до МК, наверное, уже, потому что хватит по этому колесу путешествовать. О, отлично. Да, бензоколонка Стаке из второго уровня игры. Обязательно, я не был один в здравоохранении. Да, здесь мы позвонили в полицию и приехали копы. Угу. Да никаких шансов, что-то. Чувак, закрой рот, а? Закрой рот, пожалуйста. Вот дурило. Хоть, ну и так, обстановка абсолютно неоптимистична, он ещё и нагнетает. Давайте возьмём боеприпасы, я не знаю, что мне сейчас тут делать. Вот, мы как вот этот чувачок на лыжах идём и никуда никогда не дойдём, действительно. Абсолютно такая безнадёжная ситуация. Беспросветная. Вроде свет появляется, Тома Зейн нас поддерживает. Иногда разумал она подкидывает нам что-то типа Барри, который нам говорит, о, привет, чувак, не всё так плохо, как ты думаешь. А потом мы опять попадаем в какое-то безумие. И выхода из этого безумия не наблюдается пока что. Никакого. Ладно, мы хоть до маяка добрались. Так нет, сейчас где маяк? Сейчас я выйду и буду искать маяк глазами. А где он? Сука, дверь даже не открывается. Ну ладно, давайте её толкнём, может она откроется. Ух ты, молодец. Вроде силач иногда, а иногда какой-то хлюпик. Где я оказался? Ну, знаешь, гораздо ближе. Я надеялся, что вот он сейчас прямо передо мной будет, а тут оказывается ещё туда перейти и перейти. Так, кто появился? Эй, чуваки, а вы куда выпрыгнули? Идите-ка вы нафиг. Тут можно, кстати, что-то вон там сделать с этой машиной. Давай-ка бункнем. Слушай, если мне можно будет сейчас сесть в машину, я... Да, ага, сесть в машину. Ну, точно не в эту. В эту машину я уже не сяду. Кстати, эти машины очень полезны, потому что они неплохо бумкают. Машина, ты не хочешь бумкнуть? А куда ты поехала, машина? Как ты больше? Мне даже интересно, каким образом ты куда-то поехала? Ладно, давай будем бумкать. Это, по-моему, неплохо работает. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И бум! Вот, отлично. Я люблю вот этот бум. По-моему, в прошлом DLC он был, появился, да? Там, где мы научились только материализовывать как раз всё. Всё подряд. Иди-ка нафиг, дурилка. Чё ты тут бегаешь? Всё. Вот тут олень, кстати. Вообще, много тут оленей? Вот один олень, например. Ну, я имел в виду вот этого оленя. Давайте посмотрим, кстати, на него. Я его так и за всю игру ни разу не рассмотрел. Их два. Их две штуки, оказывается. Посмотрите, они плачут, и у них абсолютно безумные. Идите нафиг! Кстати, меня тут сейчас убьют. А вы как думали? У меня хп-то не осталось. Давай бункнем немножко. От души бункнем? Нет, не хо... Каким образом? Я же был с этим... С фальшфэером. Э, ребят, вы чё? Опять я попал на... Вот только опять начали появляться враги, которые могут меня чем-то бить. Как я опять, похоже, застрял. Вот от души. Вот от души. У Эйка не было шансов выбраться. Слушайте, я, конечно, с этим не согласен. Но, знаете, в его словах есть только разума. Поэтому, наверное, нам не помешает передышка. Чтобы уже в следующей части хоть как-то попытаться выбраться. Без особых надежд, как я и сказал. Но попытаться. Продолжить пытаться, выбраться, добраться до маяка. Добраться до коттеджа Томаса Зейна. Что бы там ни было в этом коттедже. Мы всё это продолжим делать в следующей части. А на этом сегодня всё. Это DLC писатель. Начали, я думаю, бодрячком. Увидели много всего интересного. Действительно крутого. И в то же время действительно перенасытились экшеном. Поэтому передышка действительно не помешает. И поэтому продолжим в следующей части. А пока что, всем пока.